Первая задача главная, которую мы видели, нам необходимо найти решение, которое бы объективно, сбалансировано и гармонично развело два продукта. Продукт традиционный украинский коньяк и продукт бренди. При этом создало условия для существования и одного продукта, и другого продукта, так как это существует и в мире. И достаточно гармонично и успешно уживаются две категории – коньяк классический и бренди. И как мы видим, этот опыт, эта практика, она объективна, она рабочая, ее надо применить и в наших условиях. В данной ситуации зачастую не надо создавать велосипеды, выдумывать какие-то свои правила, если они уже отработаны и существуют в мире на рынке. Надо их взять на вооружение и посмотреть, как их использовать и адаптировать к местным условиям. А в частности, о чем я говорю, в первую очередь мы посмотрели, что такое бренди и какими нормативами регламентируется производство бренди в Европе. Бренди считается таким демократичным продуктом, доступным по цене и технологичным в производстве, соответственно. И имеет, соответственно, ценовое позиционирование, отличное от коньяка. И регламентируется в Европе таким регламентом, как СЕ номер 110 дробь 2008, который, в свою очередь, описывает правила и требования к производству бренди, которые предполагают производство на установках непрерывного действия, то бишь этих колоннах, либо на аламбиках двойной перегонки, не исключает. И предполагает выдержку от шести месяцев, действительно, как и у нас было предложено. И, наверное, это правильно, и мы с этим согласны. Предложение наших коллег, которое предполагало выровнять требования с коньяками, с нашей точки зрения, в итоге, хотя мы тоже были сторонники изначально этой позиции, но подумавшись, разобравшись, поняли, что это невозможность для нас, а будет сплошная угроза. Потому что, заводя в такие ограничения производство бренди, мы создадим таким образом возможности для внешней экспансии. И ограничим себе перспективы внешнего рынка, а именно угрозы со стороны как производителей сырья для бренди, так и производителей, собственно, конечного продукта бренди. Потому что всегда наш продукт будет вне конкуренции, не в конкурентных условиях по себестоимости и по содержанию. Поэтому нам надо сбалансировать эти условия и создать, как минимум, аналогичные условия на своем рынке с условиями, которые существуют на внешних рынках для других производителей, чтобы обеспечить себе максимальную конкурентоспособность. Соответственно, мы также должны иметь возможность производить сырье на колоннах непрерывного действия, что удешевляет себестоимость, и выдержку осуществлять не менее 6 месяцев, что, соответственно, тоже позволяет максимально снизить себестоимость и сделать аналогичный, демократичный продукт. Конкурентоспособный как по сырью, в сравнении с внешними поставщиками, производителями сырья, так и, собственно, конечный продукт. А при этом создать еще потенциальную, естественно, возможность для экспорта на соседние рынки. Это один фактор. Второй фактор – в пользу вот этих требований и положений для бренда. Кроме этого, в разных предложениях говорилось о том, что как его разделять. Ординарный, выдержанный, марочный, коллекционный. Ну, тут как раз вопрос уже такой дискуссионный. Мы не настаиваем однозначно на своей версии, на своем взгляде. Тут нужно коллегиальное решать. Есть свои плюсы, есть свои минусы в такой, так сказать, классификации. С моей точки зрения, понимая, что бренди – это демократичный и технологичный продукт, я думаю, возможно, нет необходимости создавать такую сложную классификацию и стараться искусственно сверхпремиализировать этот продукт. Понятиями марочный и понятиями коллекционный. Прежде всего, это еще будет создавать путаницу в сознании потребителей. Потому что и коньяки идут с той же классификацией. А нам очень важно отстроить украинские коньяки от бренди и премиализировать их. Как это сделать, это мы дальше поговорим. Поэтому наша была позиция ограничиться по классификации бренди на ординарный и выдержанный. Ординарный от шести месяцев и выдержанный от трех лет. Не менее трех лет. А дальше уже по мере возрастов применяют, возможно, аббревиатуру, классификацию, опять же, европейскую, что и будет, соответственно, как бы общей гармонизацией требований. То бишь там ВС, ВСУ, ПИ, ИКСУ и так далее. Что будет достаточно уже для потребителя в части позиционирования и премиализации. Если же, как мы с коллегами дискутировали на эту тему, вводить выдержанные, коллекционные, то, соответственно, это надо вводить ограничения по сырью. Это должно быть тогда сырье только украинского происхождения. Но в такой ситуации теряет смысл вообще такие вводить жесткие требования или как бы применять их в бренде, который по сути, по определению демократичный продукт. Если уже использовать собственное сырье, так лучше уже производить коньяк украинский. Оно просто теряет смысл, нет логики. Поэтому предлагаю максимально упростить, знаете, чем проще, тем понятнее, тем эффективнее. Идти от простого к сложному, а не наоборот. Теперь, что касаемо, как нам развести эти продукты, потому что первое, что нас подвигло на эту дискуссию, это переживания за судьбу украинского коньяка, производителей, объективные. Потому что сегодня и так коньячное производство находится в таком, в двухсмысленном состоянии, неопределенном, в связи с разными факторами, в связи с отказом от названий, в связи с внешней экспансией различного сырья. Мы понимаем, что ввозное сырье на коньяки завозится разного происхождения и разного качества. И поэтому производство коньяка и собственного сырья на территории Украины, как минимум для ординарных коньяков, не является эффективным и коммерчески оправданным. Что не есть правильным. Что, соответственно, не стимулирует ни развитие полного цикла, ни развитие сырьевой базы. Мы должны найти решение, которое бы позволило и защитить этот продукт, и защитить его качество, а, соответственно, обеспечить ему долгое и перспективное будущее. И, соответственно, премиальное позиционирование. Потому что если мы его не сможем отстроить, не можем спозиционировать, как высококлассный, эксклюзивный и качественный продукт, премиальный, у него не будет будущего. Мы это все понимаем. С учетом еще и рисков уже объективных и определенных потери названия. Потому что заменить старое название на новое требуется колоссальный срок, колоссальные средства, и плюс это должно быть подкреплено действительно достойным, стабильным, гарантированным качеством. В сегодняшних условиях и в том виде, в каком существуют украинские коньяки, давайте будем объективными, очень сложно создать новую категорию продукта или новое название продукта, премиального. Поэтому наше предложение, чтобы отстроить коньяки от бренди, и при этом создать условия для всех участников рынка, и возможность выбирать, и возможность сочетать, и возможность работать в том, или другом, или в обеих направлениях равноценно, нам необходимо в какой-то степени коньяки по аналогии, опять же, с европейскими подходами и технологиями позиционирования и регламентирования. Коньяки обеспечили определенную регламентированную документацию, которая бы создала жесткие рамки для производства этого продукта, соответственно, и жесткие рамки для формирования его качества, чтобы нельзя было отклоняться, нельзя было создавать сверхобъемы, которые по-хорошему не нужны, они должны гармонично развиваться, потому что, когда идет перепроизводство, соответственно, это влечет за собой снижение цены, снижение позиционирования, снижение качества. В то же время мы должны учесть, опять же, действующие риски, внешние и внутренние. Потому что сначала у нас было желание однозначно, так сказать, рубануть меч саблей единожды, и ввести требования, обратиться, с пожеланиями ввести ограничения по использованию импортового сырья. И зарегламентировать жестко и четко, по аналогии с Францией, что украинский коньяк – это коньяк произведения только из отечественного сырья. Из отечественного сырья на отечественном предприятии полного цикла. Все будет понятно и конкретно. Тогда гарантировано будет качество всегда высокое, да, и, безусловно, с выдержкой порядка трех лет. Ну, тут уже у нас дискуссия, еще два с половиной или три года мы должны вообще посоветоваться. Вот, но, оглянувшись на ближайшие рынки, с точки зрения разделения с бренди, все идеально у нас получится, и четко тогда уменьшатся объемы коньяка, и, естественно, это сразу предполагать будет новое позиционирование, эксклюзивность, будет гарантировать качество, и тогда можно уже выстраивать бренд как премиальный, уверенный и стабильный. При меньшем качестве мы будем иметь большую доходность, и это нормально и логично, и ограничены объемы. А потерю объемов можно будет добирать спокойно, уверенно в бренде технологичном, и давать потребителю то, что он просит, то, что он сегодня потребляет успешно. И это практика, даже это можно сделать под одним брендом, потому что мировая практика показывает успешность и таких приемов. Тот же Реми Мартен выпускает под одним брендом как коньяки, так и бренди, и успешно продает бренди на определенных рынках, успешнее, чем коньяки. Но, глянув на, обратив внимание на смежные ближайшие рынки, такие как Россия, Армения, Грузия, Молдавия, возникает вопрос рисков. Если мы зарегламентируем свои коньяки, не получим ли мы экспансию коньяков, произведенных на этих рынках. Этот риск есть. С одной стороны, с другой стороны, мы ограничим свой выход и свою перспективу на внешних рынках. Потому что сегодня там более гибкие, более лояльные, более компромиссные требования к производству подобного продукта. Хотя есть мнение о том, что в ближайшее время будут подписаны все эти вытворочные договоренности, и у нас будет ограничен доступ на их рынки с нашим коньяком, а у них будет ограничен доступ на наш рынок. Если это возможно и реально в ближайшее время, то возможно тогда имеет смысл полностью ограничить производство украинских коньяков требованиями использования отечественного сырья и произведенными на отечественных предприятиях с полным циклом. Это логично, обоснованно и эффективно будет. Если же такой перспективы нет, тогда нам надо находить компромиссные решения. И такое компромиссное решение, хотя бы на этот переходной период, десятилетний, переизменили название, это то решение, это положение, которое было принято, связанное с использованием 25%. Это в любом случае ограничит объемы, повысит качество и отстроит в определенной степени коньяк от бреги. И при этом защитит рынок от внешней экспансии и даст нам возможность еще иметь экспортный потенциал на смежные рынки ближайшие, стратегические. У нас пришли здесь предложения, которые нами сведены в таблицу, но я думаю, что вы собрались здесь для того, чтобы высказать свое мнение, а потом мы посмотрим, каким образом продолжим нашу дальнейшую работу. У кого-то есть желание продолжать? Либо мы рассматриваем перспективу десятилетнюю, либо мы рассматриваем, а что мы будем делать по истечении 10 лет. Будем ли мы иметь право производить хороший, качественный продукт в коньяк, либо это будет то бренде, о котором мы сегодня говорим, полгода спирт, который мы знаем, что это не спирт, а артификат будет. То есть мы приучим, подсадим на этот продукт нашего покупателя, любимого, при этом заберем работу у наших виноделов и будем кормить виноделов иностранных. Вот тогда определимся с предметом разговора. Нет, нет, минуточку. Вот как раз ситуация, если мы бренди подведем под жесткие требования, как коньяк, то мы дадим возможность развиваться иностранному производителю на нашей территории. Потому что мы будем производить бренди из отечественного сырья с выдержкой от трех лет, а внешний производитель будет тащить сюда либо сырье дешевое, 6 месяцев, либо готовый продукт. И мы всегда будем в проекте, зачем покупать украинские бренди за 10 рублей, когда можно купить молдавские, румынские, польские, какой угодно. Это не будет бренди, не соглашусь. Это будет Дивин, это будет Арманьяк какой-то, неизвестные нашему покупателю продукты. Подожди, а бренди почему они могут привезти? Я считаю, что покупатель, который покупал коньяк, к примеру, Одесса, будет с удовольствием покупать и бренди Одесса, зная, что в нем не полугодичные спирты, а трехлетние. Прекрасно. Так кто вам мешает так же успешно продавать ему, потребителю, который доверяет марке, 6-месячный бренди Одесса, еще по более доступной цене. А трехлетний Одессу надо продавать под названием бренди, грубо говоря, или украиньяк, который мы разработаем, за 10 лет продвинем, укрепим, поручим специалистам разработать бренд, название, изучить и внедрить. 10 лет колоссальный срок. И от дневных усилий можно это все продвинуть. Я свою позицию, позицию, вернее даже не свою личную, а позицию нашего предприятия и еще пару предприятий я изложил в тех документах, которые у вас имеются. Я предлагаю просто по ним, если бы, обсудить, чтобы мы вдвоем не дискутировали. Ну, про все. Ну, просто мы хотим определиться в терминологии, что мы именно обсуждаем. Вы абсолютно правы, Николай, если осуществлять ваш подход, тогда надо вносить изменения и в нормативно-правильные акты, касающиеся коньяка. Сможем ли мы это сделать? Ну, более оперативно внедрять вот эти ограничения технологические. Конечно, идеально было бы ввести изменения в закон об обороте, ну, об обороте, мы, 41-й закон, что коньяк производится из 100% отечественного сырья. Все, точка. Потому что коньяк – это продукт местности. Если мы говорим, это коньяк Украины, только из 100% украинского сырья. Мы не против. Давайте в этом рассматривать разрезы. Что скажут тогда те, кто уже выпускает проект? Ну, я скажу, что, с вашей позиции, я согласен с коллегами, это не надо, я не могу сказать. А в Соберном, давайте так. Почему вы имеете полный цирк, я посадки, гонорбатика, имея выдержку, имея действия сюда, и, в том числе, и перекурею в этом же году закладываю? Так, и уйти от названия коньяк, кто не знает? Так, мы не предлагаем. Кто говорит о уйти? Мы говорим о том, что уйти от названия коньяк в тот момент, когда от нас потребует законодательство уйти. Но подготовить к этому времени качественный продукт, который будет в сознании потребителей, считает, что это эксклюзивный продукт, ограниченный объемами и обеспеченный гарантированным качеством. Знаете, вот такая аналогия. Когда-то, когда Украина стала независимой, да, создавали ее оборудование. Мы сейчас хотели, дадим, дадим, по-поям, и у которых у нас хозяев правил. Ну, боялись. В итоге что? Кроме товарного производства уничтожили? И хотя бы, что так же, знаете, тоже не было что-то. Почему? Как сказать, послушайте, я представляю Таврию, владелец Таврии, цена которой, вы понимаете, да, не три копейки, и вложил я туда немеряно денег, имею обязательства еще достаточно. И хочу видеть перспективу не на 10 лет, а на 30 лет и детей. Поэтому я, предлагая что-то, я очень взвешенно к этому подхожу. И я говорю, наоборот, коньяк премиализировать, премиализировать, создать из него эксклюзивный продукт. Коньяк на ближайшие 10 лет Украины и новое название создать, достойное на будущий период. Чего бы не хотелось бы. Если есть возможность сохранить это название коньяк Украины, прекрасно. Давайте бороться, давайте добиваться. Ну, не исключать риски потери. Но тебе тогда мероприятие нужно проводить параллельно. Конечно. Я сказал, однозначно, я забыл, сказать это, что вот эти требования по бренде могут начать работать только исключительно, если одновременно принимаются более жесткие требования по коньяку. То бишь, если это 13, значит 13 год. Либо начать с 12, но тогда переносить требования с 13 уже на 12 год. Либо решить еще вообще сделать эксклюзивно только из украинского сырья. Но надо понимать, что если мы делаем только из украинского сырья, то объемы коньяка уменьшатся минимум в 5 раз. Минимум. Если не более. И если у нас не будет закрыта граница для доступа армянского, грузинского, российского и молдавского коньяка, то мы можем получить на территории Украины замещение. Поэтому тебе тут надо очень осторожно. Возможно, достаточно будет пока вот этого ограничительной меры достать, 25%, чтобы не схлопнуть все объемы и не убрать свое присутствие на их рынке. Через 10 лет мы все равно это преимущество. Через 10? В любом случае. Ну, 10 лет. Слушай, это не мой выезд. За 10 лет мы можем еще накопить мышцы и укрепить свои позиции. Давайте, может быть, перейдем по вопросам. Дмитрий Павлович, если вы не возражаете, я бы хотел бы немножко внести в уточнение в нашей дискуссии по вопросу десятилетиям и перерыва. Мы с вами уже не раз обсуждали эту тематику, вы знаете, как в самом начале в перерывном процессе в зоне свободных того, и вообще стоял этот вопрос. Он просто не стоял. Было принято решение, вопрос теоретических наименований поменять на некоторых плотах, на некоторых направлениях. Центр Ильич уже сказал здесь и слова, что было сделано в этом направлении. Во-первых, напомню вам, это никто не отменял, они действуют подлинниках чтениям, а рандумы, которые мы подписали с мунистерствами и ведомствами. Они подписаны министрами. Под ними стоит на этих подписах печать органы исполнительной классы. В этих меморандумах четко прописана согласованная традиция отрасли и переговорщиков официальных. Потому что нигде, никакая страна мира, которая вела переговоры, в законодательном свободном торговле, ни денег, никакого сути не найдется, где именно производители не присутствуют в официальном переговорном процессе. Только украдена на это согласиеся. во-вторых, меморандумы у нас есть. Их есть два. Один отдельно подписан с Мин агрополитики, второй подписан, он трехсторонний, с Мин агрополитики, Мин экономики, соответственно, украден пром, когда-то собрали все представители офиса и решили подписывать одна организация. Было такого и не было? Да. После этого проведены переговоры совместно с представителями Еврокомиссии, представителями Франции, Европы, где они согласились, что мы имеем полное юридическое право производить на собственной территории тот продукт, который мы производим. это тоже подписано, закреплено печатями, подписами и по этому вопросу есть отдельный протокол. Кроме этого, я могу вам сейчас продемонстрировать, если вы хотите, поручение первого премьер-министра, вице-премьер-министра, сходина Клюева в этом отношении есть определенное техническое задание, которое ставили перед официальными переговорщиками. Так это вопрос в чем стоит? Или сливают позицию, или у нас укреплено. Кроме того, вчера Клюев дал еще поручение. 10 лет это не победа переговорщиков, поверьте мне, от нашей страны. Это мы заставили, чтобы было как минимум 10 лет. Но вопрос еще не закрыт. И переговорный процесс по этому вопросу тоже еще не закрыт. В любом случае. то есть вопрос открыт. Но при этом мы имеем полное право юридическое. Прошу об этом во всем знать. И те, кто имеет историю, историю доказанную, на собранное целое досье по этим вопросам, исторический документ, ну, как минимум, мы говорили о разных вопросах, да, и по компенсации, эти вопросы тоже включены. И 100 миллионов дотационной поддержки, 50 миллионов кредитная линия. Но в любом случае вопрос этот еще не закрыт. Мы не говорим только о 10 лет. Не хотел бы, чтобы в этом плане мы как бы руки уже опускали и сказали, все, ребята, вопрос закрыт. Где это такое есть? Где вы так видели? То, что заявления пошли, господина Пятницкого по телевидению? Я, в любом случае, думаю о мире и готовься к войне. Поэтому... В любом случае, мы и готовимся, это направление и мы еще продолжаем. В целом, в любом случае, еще раз, собраны ваши предложения. Есть таблица. Виктор Михайлович, а вы вообще... Тут только хочу добавить о том, что мы здесь говорим. Если это коньяк Украины, то это коньяк Украины по европейским меркам, а не по нашим. В коньяке Украины не может быть 25% украинского соля, должно быть 100% соля. И все. Тогда это да. Вот у нас сегодня присутствует фарафон, он скажет, а сколько предприятий соответственно с требованиями закона перейти в 2013 году бутерова, или курила, да, спиртового. Все ли готовы или все ли действуют в этом же ключе? И с какого года нам надо вводить и какую стратегию нам тогда надо определять вместе с вашими всеми? Вот, кстати, вот эта отстранительная таблица, она у вас есть в папочках и ваше предложение. Я просто еще раз хочу, пока Михаил Федоровича перебью, хочу заострить внимание, что когда принимался закон о 25%, потом отменили и 25%, то это были наши внутренние законы, но если Европа придет и посмотрит, а из чего слагается наш коньяк, если он слагается из 99% импорта, то тогда мы потеряем коньяк мгновенно. Никому не надо ничего и рассказать. Мы, войдя в зону или в КиЭС, или как угодно, мы должны адаптировать наше законодательное все. Если там 100% нам дают внутри страны, то это должно быть 100%. Не надо прятаться как страус в голову туда, что у нас 25% выручают, да не выручают. Нам просто его зарубят как таковое, скажут, что это не коньяк, ребят, не ваш, не украинский, а значит никакой. Вот позволите, наша позиция как и в данном вопросе, она не изменилась за прошедшие три года, она так и ва на рынке, когда рынок позволил законодательной и исполнительной власти развивать инфраструктурус, избивать получили места, развивать этот бизнес. Мы это сделали. Плохо, хорошо, пусть потребитель был с улицом. Но на сегодняшний день, если вопрос становится каким образом, это значит то, что было позволено и получилось у нас, это просто включить, но еще уряд произвелись. Просто перечеркнуть это очень, наверное, скажем так, знаково, что мы находимся в стенах антиментурного комитета, потому что мы понимаем, что это за бизнес, все знаем, какой он непростой и сложный, и понимаем, что будет завтра. Опять же, соглашусь с той формулировкой, что объемы производства упадут минимум 5 раз. Нет, не упадут, они будут замещены бренде. Почему же упадут? Общие объемы наоборот увеличатся. Они не будут замещены, они будут замещены и другими напитками. Не, не согласен. Абсолютно. Вы не согласны у Луфиаш, глядя вас, верю. Поэтому я бы предложил все-таки такому сложному вопросу коньяк подойти, мы можем выслушать именно сейчас, конечно, механизм предет, но подойти более, скажем, подготовлено с точки зрения цирков и с точки зрения отдельного совещания, потому что нам нужно спрагнозировать будущее. И поверьте мне, то будущее, которое мы нарисуем и с одной стороны, и с другой стороны, в любых случаях оно будет не очень хорошим. Можно со мной сейчас не согласиться, но я вас не могу помочь. Как вы предлагаете выровнять условия работы на рынке для тех, кто работает в воздом сырье и для тех, кто работает на собственном сырье. Второй вариант закрыть производство местное. Закрыть и превратить украинский коньяк просто чисто в бренде. Ваши дискуссии не касаются темы нашего собрания. Кто-то увидел антиконкурентную составляющую, это его личное дело. Я как раз думал создать условия для всех. Валерий Николаевич, хотелось бы вернуться к этому классификатору бренди, который по нашему мнению является артистным документом. Взять только сахара 5-10 в ординарных коньяках. Это как это? В ординарных бренди. Взять только фразу, что ординарные бренди от 6 месяцев до 3-х лет. То есть я не имею права с точки зрения допустим того же департамента произвести бренди из 3-х летних спиртов. Ну нонсенс. Давайте вернемся к этому документу, обсудим предложение и выйдем с каким-то предложением уже к разработчикам. Что из 3-х лет? Произвести можно, потому что это будет выдержанно. Если можно, пару комментариев. Компанию Алифиналь. Я абсолютно согласен стоят средства завода, что мы перешли в какой-то дискуссии коньячной, которая в данном случае не имеет никакого отношения. Самое страшное в сегодняшнем вопросе отличается в том, что мы собираемся производить на Ухрине суррогат в 6-месячный. Грин назвать это, который я никак не могу и пусть у нас кто-то не согласится. По поводу мировой практики хочу напомнить, что 6-месячный бренди есть не везде. Есть и 3-х летний, и 6-ти летний, и 5-ти летний и различные теперь если вернуться как все возвращались там 3-5 лет назад, хочу напомнить, когда принимались все законы, когда принимались законы по бетапроцентному сборе, по стимулированию посадки виноградников, то не все, но отдельные компании пошли этим иначе развивать посадки виноградников вложили огромные деньги в этот раз. Задялись, когда приняли законы о полном цикле, задялись полным циклом, построили свои перекурки, построили свои заводы по выпечке конечных спиртов, все знают, все здесь, все уточат, что это делать, что делать, заложили эти спирты, потом принесли закон о 25-ти процентном своем спирте. Для коньяков, да, конечно, и все к этому согласились, все коньян ушли, и тут вдруг, откуда ни возьми, сейчас, в один основном году мы принимаем разрешающую программу, когда на сегодняшний день на полке рядом с коньяком станет сурагом, несловно назвать, я не могу, 6-месячную водку из винограда. Послушайте, ну вы как наивный, его нет на рынке, я удивляюсь, или вы не знаете, я не что, мы тут все, кошки мошки. Потребитель, когда сейчас подходит в полке, он не смотрит, написано то ли там коньяк, то ли бренди, то ли что. Вот этот продукт, который мы назвали бренди, он станет точно на ту же полку, где стоять час коньяк. Совершенно верно. Он ту же туда же подлезет. Дальше, что происходит? Происходит дальше. Что? На сегодняшний день, или там, в 12-м, 13-м году, когда можно было выпускать из своего сырья. Зачем? Никто этого делать не будет. Сейчас появится кучу производителей, которые 6-ти месяцев, выкули 24-ти месяцев, мы разбили вперед. Послушайте, ну давайте не будем наивны. Либо давайте закроем границы, тогда можно по-другому подойти. Если мы границы не можем, для вас неизвестно о том, что везется в Украину спирт, годичный, произведен на колонии и оформляется как трехлетний. Конечно. Вопросы, как идем по сходу не сюда, если есть. А куда? Ну, так давайте себя в рамки поставим, а другим создадим возможность успешно дальше производить суррогаты и поставлять на Украину. Минуточку, везется спирт, везется спирт, но не везется продукт. Это раз. А насчет того, чтобы увеличить количество собственных спиртов в производство коньячного украинства, пожалуйста, только за. во-первых, везется и спирт, везется и продукт. И та же Грузия успешно будет производить как спирт, так и конечный продукт и продавать сюда его как выдержанный трехлетний минимум коньяк с определенным позиционированием, понтами и имиджем. Но иметь технологию в два раза дешевле, чем у нас. А мы себя ставим в рамки, загоняем. Я извиняюсь, я дополню. Я за коньяк, вы не услышали. Я за то, чтобы его отпозиционировать, отстроить от суррогатов. А если рынок хочет потреблять суррогаты и есть потребитель, это его право выбора. И не дадим мы этот суррогат, дадут суррогат болгары, молдаване, грузины, кто угодно, в том числе и россияне. Успешно сюда. И мы не закроем границы от этого суррогата, к сожалению. Вот это мое мнение, я просто хочу подчеркнуть, что в данном случае это не нужно. Это инструмент для этого выводя 6-месячный на рынок Украины, это удар по развитию рамки. У нас по сети примерно то же самое, как Леонид Николаевич озвучил. Когда мы видели 6 месяцев, для нас это было шоком, да, в определенной степени. Но когда проанализировали всю составляющую экономичность, все угрозы, то подождите. Если не мы этого места, нас все равно займут. И оно есть по любому. Я вам скажу еще одну вещь, кто-то не обратил внимания, но нет в Украине норматива, который регулирует возраст спиртов помесячно. Есть годичный спирт, двухгодичный, трехгодичный. Даже с этой точки зрения уже 6 месяцев не подходит. В ДСТУ на спирты выдержаны, нет понятия полугодичный. Возраст спирта считается год. Даже если он выкурен был в четвертом квартале года, на следующий год он уже годичный. Его можно в третьем квартале использовать. Ну, это вообще какой детал. Давайте мы даже с этой точки зрения 6 месяцев нужно оттуда убирать. Но это вопрос торгов, грубо говоря. Все согласны о том, что принимать решение по бренде нельзя в отрыве от решений по коньяку. Конечно. Что это угроза. Да, конечно. Согласны. Поэтому мы должны параллельными путями тихать. Все согласны, что необходимо... Я не согласна. Ну, это опять те же слова, прикрываясь тем, что мы кормим Запада, мы говорим это. Нет, подождите. Мы же не ограничили ваши свободы. Я думаю, что если бы здесь сидел, допустим, хозяин группани Юлисен Бернар, который участвует, мы тоже слушаем ваши слова, он тоже очень удивится. Вообще-то вот эти все нормативы я получал плюс от Бернара и рекомендации, на всякий случай. Я не говорю по поводу что это, вкрепление о словах, что сюда завозится и так далее. А я же не про... А я же не про Люсиана Бернара имел в виду. У нас что, один Люсиан Бернар поставщик сюда? Ну, так зачем? Я же не обобщаю. 15 компаний в Украине. И отсюда есть разные поставщики. Ну, все-таки название коньяк Украины, он обязывает к чему? Ну, конечно. Именно, коньяк Украины. Производите его бренди, называйте водкой и виноградкой. А я и был... Как это... Объясните, как это... Вот мое предложение, как создать для вас риски или ограничения в чем? Вы хотели перейти на бренди? Пожалуйста. Вы получаете еще более технологичное бренди? Пожалуйста. В чем проблема? Или вы хотели просто, чтобы все тоже перешли на бренди вместе с вами? И те, кто производит из местного сырья с полным циклом? В этом задача? Нет. Задача ваша, я понимаю. Я говорил, что вы... Данное совещание, опять же, возвращаемся, оно призвано говориться о бренди. Не-не, оно не может говориться... Оно не может говориться только о бренди. Без привязки к коньяку. Потому что это два смежных продукта, которые должны быть отстроены. Но тогда нет предмета дальше обсуждать, потому что не затрагиваются другие факторы. Вот людей, которых вложили в полный цикл в сырье. Возможно, что вы должны решить с коньяками окончательно поставить точку, тогда вы все-таки... Да, конечно. Возможно. Да, начинаете с коньяком бренди откидить, но... Хорошо. А что сегодня делать с бренди? Как сегодня производителю разрабатывать нормативку по вот этим... Что вот это, что вот это есть? И опять, я же не предложил там как-то защитить свою там монополию или чью-то. Я предложился придерживаться тех же принципов и стандартов, которые существуют в Европе. Современные, цивилизованные, которые отработали себя и существуют уже десятилетия или сотни лет. Вот и все. Немного успокоились. Все-таки, Михаил Федорович, мы давали возможность коньяку Украины подготовиться, перекурить, накопить, выдержать. Вот те статистические данные можно огласить или нет? По перекурке. Александр Петрович, ну, я хотел бы вообще-то, конечно, и планировал так, выступить в последнюю очередь, потому что мне очень важно, и я, в общем-то, с этой целью и прибыл сюда, чтобы послушать производителей, узнать их позицию, дабы формулировать и все остальные законопроектные акты именно с учетом внимания производителей. Дмитрий Павлович сейчас так резво трясет этим документом и обвиняет безрамостности авторов, что его подготовил. Так вот, я хочу сказать, что хотя бы только то, что этот документ, подготовленный, по сути дела, и привязан к закону про виноград и виноградное вино. И те положения, которые сейчас находятся в законе про виноград и виноградное вино, они нашли отображение именно вот в этом, в этих временных требованиях с коньячным спиртом для бренди. А по-другому и быть не может. Не может быть два документа, в одном будет написано одно, а в другом будет написано другое. И хочу сказать, что если бы в закон про виноградное вино лезли меньше знатоков, больших, то это было бы намного лучше. И чтобы не депутат Черноморов вносил туда изменения вот такого подобного рода и Верховная Рада принимала, а чтобы его отрабатывали профессионалы, тогда не было там и абсурдов. А нам, по крайней мере, с Галиной Михайловной, вот не было другого выхода, как привязаться именно к закону про виноград и виноградное вино. Если вас этот документ не удовлетворяет, то милости просим, давайте делать изменения к закону, а потом уже все, вытекающие из него, другие законодательные акты. И выписать у нас, ума хватит, мы выпишем любой документ. Но как этот документ сделать таким, чтобы вас всех удовлетворял? У вас вот сидит здесь 10 человек и у каждого свое мнение. Одного он удовлетворяет, другого не удовлетворяет. И новый, который мы выдадим, он тоже будет таким же самым. Одного будет устраивать, другого не будет устраивать. А надо закон или какой-то нормативный документ, который бы удовлетворял практически всех. Вот в чем сложность этого вопроса. И чтобы его сделать, надо вот именно, я и хочу послушать, давайте. Вы видите, что этот документ, его не надо пропускать через Верховную Раду, его не надо через Кабинет Министров. Это нормативный документ, который согласовывается в одном ведомстве и утверждается в нашем. Я готов его поправить. Только скажите, как и в чем? А вы вот-вот и для этого собрались. В частности и для этого. А вообще мы хотели выйти несколько шире за рамки того, что написано в программе совещания. И почему бы собравшись все вместе не поговорить более широко и не обсудить концепцию, которую Валерий Николаевич предложил. Вы ее сразу встретили в штыке, даже не разобравшись, что оно, как оно и прочее, прочее. А может и есть в этом. Но никто из вас не приехал ни с какой другой концепцией. Я пока этого не слышу. Дмитрий Павлович, ну я вам тоже могу сказать, потому что критиковать проще. Я тоже могу вас... Да подождите, отвечать. Дайте уже я скажу и все остальное. Я тоже могу вас покритиковать и задать вам несколько вопросов. Зачем вы, кстати говоря, держите цех наибольший в Европе по перекурке коньячных спиртов, а курите практически меньше всех на Украине. Почему так? У нас сегодня больше всех на Украине запас коньячных спиртов. Порядка миллионов деколитров. Но это сегодня он миллион. Это сегодня миллион. Она бездумная, не делая запаса. Она предусматривает нашу потребность через три, через пять, через шесть лет. Мы не курим бездумно. Ну а теперь сколько вы завезли по импорту коньячных спиртов? Не больше, чем другие производители завезли по импорту. А теперь отвечаю на вашу критику в адрес о безинициативности. Значит, эта встреча сегодня проходит по нашей инициативе. Во-вторых, представлено у вас в пакете документов наша концепция, которая, в принципе, не сильно отличается от концепции Валерия Николаевича. Есть нюанс. Так давайте обсудим. И вопрос номер три. По документу, о котором вы сказали, что я резво им трясу, мы для этого и собрали, чтобы вынести предложение по изменению. Потому что ни в одном законе не указываются сахара 5.10. Ни в одном законе, скорее всего, нет ссылки на то, что марочные какие-то продукты делаются из импортных спиртов. Так, Дмитрий Павлович, давайте предложение. Мои предложения у вас в папке находятся. Я их первый раз вижу, эти предложения. Я не знаю, к кому они попали. Они попали ко мне вот сейчас, перед самым совещанием. Я их не видел раньше. И анализа дать им не могу. Я единственное, что предложение Валерия Николаевича рассматривал. И знаю, каким, что и прочее, прочее. Но я твердо уверен, что каким-то образом надо менять ситуацию с импортом коньячных спиртов или каких угодно спиртов. Это не дело, что у нас на Украине 27 производителей и практически большая часть из них живет на завозных коньячных спиртах. Мы сами порождаем себе проблему. А зачем мы тогда ссадим виноградники? С какой целью? Потому что выпуская 3 миллиона 750 тысяч декалитров в год коньяков, из которых 94% это ординарная группа и только 6% это марочные коньяки. И дальше мы собираемся жить в таком же самом варианте. Привезли, быстренько скупажировали, прислали Агафонову на подпись письмо, сделай нам, пожалуйста, ускоренный вариант выдержки. Не так, сколько положено по технологической инструкции, а половину короче. Быстренько прокрутили денежки и вперед эмиссары опять за новой партией. И при этом называть все это украинским коньяком не выйдет, дорогие мои. Я не понимаю, вы на меня смотрите, вы на меня смотрите, я не на вас. Я не на вас. Это вы против меня сидите, поэтому я и говорю, относятся, конечно, это несколько в другом направлении. Как раз поэтому я говорю, что те, что 25% мы ввели, допустим, почему мотивировка была отсрочить на 3 месяца, потому что все в один голос, на 3 года, извиняюсь, все в один голос сказали, так дайте же нам возможность накурить наших коньячных спиртов. Ну, логика может быть и есть. Отложили, собрали данные, вот уже у нас скоро будем переходить на эти 25%, и вот кто сколько перекурил. Ну, надо сказать, что Алиф Виналю тут вот выступает, но он имеет на это полное право, потому что, что не говорите, в 2010 году 985 тысяч декалитров виноматериала перекурено и выработано 98 тысяч декалитров абсолютного алкоголя. Это немало. Молодцы, я хочу сказать, что если бы все так двигались, а в остальных ситуация, ну, курит Таврия, нет вопросов, немножечко... А сколько Шабо перекурило? Шабо? Ну, категорически пройдет А Шабо, сейчас я вам скажу, Шабо ноль. И первыми выступали инициативы, которые переносят стопы. Хотя в свое время меня водили, показывали, какую прекрасную они там поставили установку и обещали, что они будут курить и все такое прочее, но почему-то не курят. Не знаю, в чем смысл, этого, но я думаю, что дальше так все равно не сложится ситуация, чтобы привозить оттуда коньячные спирты, купажировать и опять их пускать в реализацию. И при этом называть их украинскими коньяками. Наверное, тут... Михаил Федорович, можно два слова? Да, да. Я извиняюсь, коллеги, я два заключительных со своей стороны слова, еще остается Виталий Александрович от нас. Но я хочу призвать всех к объективности и смотреть не только в свои карманы в рамках своего предприятия, а смотреть чуть-чуть шире, смотреть на территорию наш как общий рынок и бороться не друг с другом, это я в адрес вас в первую очередь, а бороться с внешней экспансией, бороться за влияние на внешних рынках консолидированных и давать возможность развиваться и существовать друг другу. Вы получили преимущество определенное. Слава Богу, успешно им воспользовались и как бы вызывают уважение. Ну и не надо считать, что это навсегда и пожизненно. И надо уважать тех, кто рядом и предприятия, которые имеют историю. которые вложились до вас с дочительными средствами в полный цикл. Если вы считаете, что ваша инициатива или инновация то, что пробили производство коньяков из импортного сырья и считаете, что это возможно сохранить навсегда, но этого не будет категорически. Поэтому надо уважать. Либо как бы уважать правила, которые были, которые должны быть, логикой, причем логичные правила, которые существуют в цивилизованных странах и на продвинутых рынках. И мы к этому стремимся, и мы хотим этого. И вы декларируете о создании центра культуры целого виноделия, при этом продукт, ну, давайте будем объективны, далек от аутентичности. Я договорю, я договорю. Я договорю. Не, ну вы же в мой адрес такой сделали упрек, что я тут стремлюсь монополизировать рынок и ограничить ваши возможности в развитии. так я вообще даже мысли об этом не имел. И когда анализировал вот эти ваши предложения, поддержал, так я думал о вас, как защитить и сохранить вас, и при этом существовать совместно и давать возможности и вам в том числе развиваться и продолжать развиваться, и все-таки начать создавать аутентичный продукт украинский, а не так сказать сомнительный по происхождению. Поэтому, коллеги, давайте объединим усилия на защиту своего рынка в первую очередь от внешней экспансии и на создание возможностей для долгосрочного эффективного развития всем и отрасли в первую очередь и развития виноделия и виноградарства, которое сегодня не развивается по объективным и понятным в первую очередь субъективным причинам. Потому что нет смысла развивать этот полный цикл и нет смысла вкладывать в виноградники. Потому что купить вне намного эффективнее и дешевле. Пока.